Привет, друзья! Сегодня 1 июля 2021 год. Мой улёт в Беларусь должен состояться с 4 числа. Я буду тут в США, потом с 5 числа с Германии в Минск. Если кто не знает, с большим тяжёлым сердцем и тревогой я говорю, рассказываю вам, что пару дней назад США решила запретить продажи билетов в мою родную родину, Беларусь. 29 июня, короче, государство США сказали, что они хотят ограничить билеты, продажи авиабилетов в США, в Беларусь, даже с пересадками. Это значит, если я покупаю билет с США до, например, Турции и с пересадкой в Минск, они, видите ли, не разрешают такое. Ну, во-первых, я очень не согласен с этим. Я не знаю, как США может быть таким тирантом и запретить движение и разделять людей, бабушек, сёстр, братьев от своих родственников, которые живут в США. И родственники, которые живут в Беларуси, не могут видеть своих родственников. Это не свобода. Америка всегда говорит, что она свободная страна, но это не хороший показатель. Это не свобода. Я очень грустный. Я, короче, пару ночей же спать не мог. Мне нужно было пить таблетки, чтобы помочь мне уснуть, потому что я очень переживаю вот за это всё. Очень вот это всё жутко. Я почти хочу сдаваться, сказать, пошло оно всё. Но я ещё не сдаюсь. Говорят, надежда умирает последней. Когда США объявили об вот этом вот запрете, они давали людям, короче, два дня, которые против это или за, чтобы они оставили свой комментарий на специальном сайте департамента США. И они, короче, дали 48 часов, чтобы люди могли оставить своё мнение, если они поддерживают это или нет. И там было написано, что через два дня, если никто ничего не напишет против этого или не оставит какой-то комментарий, который объясняет, почему это плохо, тогда закон идёт в силу. Сегодня этот день. Я оставлю вам ссылку в описании этого ролика, где вы можете прочитать вот эти все комментарии. Там было больше, чем 148, в последний раз я проверял сегодня, комментариев. Я прочитал все комментарии. Только было два комментария, где кто-то был за вот это вот, за этот вот беспредел. Так что я надеюсь, что США услышит, помилует и не сделает вот этот вот поступок. Потому что люди всё равно найдут способ туда попасть. Человек может купить себе просто билет. Тем более, если это человек россиян или белорус с белорусским паспортом, человек просто покупает билет в Москву, а с Москвы просто на поезде в Беларусь. Так что человек найдёт способ. Но что это сделает? Это сделает гораздо дороже авиабилеты. Потому что человек теперь должен покупать два отдельных билета. И если там какая-то экстренная ситуация, если у кого-то заболел дедушка, бабушка старенькая, 80 лет, и ей нужен, чтобы родственники, которые живут, наши люди, которые живут в США, им нужна помощь срочная. Что теперь они должны делать? Платить две тысячи долларов или три тысячи, чтобы полететь туда и с долгой пересадкой, потому что они сначала должны два отдельных билета покупать и два раза платить за багаж. Так что это беспредел. Я, как я вам говорил, я спать уже не мог два дня. Я вот, вы, может быть, видите по моему лицу, я весь измученный. Я вчера уснул почти в три утра. Моё сердце болит за мою родину. Мне вот неприятно вот это вот всё. Я политику ненавижу. Я вообще не люблю политику. Я, может быть, могу сказать что-нибудь, но я... Вот в США я тут не живу с политикой. Я сделал моё голосование для чего-то и всё. Я обычный гражданин. У меня там есть двоюродные сёстры в Барановичах. Братья. У меня там есть родственники. Я простой гражданин. Я хочу их увидеть. Я их уже не видел больше, чем 26 лет. У меня осталось только четыре дня. Я теперь не знаю, чего ожидать, если получу какую-то электронную почту, что левканцы отменили мой рейс. Посмотрим. Пока ещё не получил. Так что... Такие дела. Как я говорю, моё сердце очень болит за мою родину. Вот это вот запрет, если они это примут. Это, в моём мнении, очень мерзко. Это говорит белорусам, что Америка отворачивается от народа, потому что они даже не позволят никому туда прилететь. Так что... И хочу сказать спасибо всем, кто комментировали на мои ролики последние. Я вас благодарю за молитвы, за поддержку. Очень вас сильно благодарю, что у меня есть люди, которые размышляют, как я, которые понимают меня. Так что я очень вас благодарю, что вы оставили комментарии, поддержали меня. Как вы видите, что сейчас творится в мире. Весь мир, короче, сейчас сдурел. Мы живём в последнем времени. Вы это уже все, как видите. Пару дней назад США ещё назвало Россией как сообщник терроризма или что-то такое, что не советует и строго не рекомендует, чтобы кто-то с США полетел в Россию, потому что там риск высокий терроризма. Я просто в шоке. Как вы видите, сейчас западный мир, это Америка, США, Канада. Все сейчас давят на славянские страны. Они хотят задушить Восток. Это Беларусь, Россия. Они хотят их задушить. И я не знаю почему. И каждый раз США занимается вот этой политикой, санкции и наказы всякие, запреты всякие. Как всегда, 90% это делает удар и боль обычным гражданам, обычным людям. Не политикам, не Путину, не Лукашенко. Это никому больно не делает. Я имею в виду, это не делает больно тем, которые власти. Это делает больно обычным людям. Так что я теперь живу день за днем, проверяю мою электронную почту каждое утро. Я уже не знаю, чего больше ожидать. Если я получу письмо от люфганзи, что они отменили мой рейс, то мое сердце упадет. Я очень печален. И я буду смотреть, какой повод еще можно использовать, чтобы попасть туда на родину. Потому что я уже от работы отпросился на два месяца. Я уже заплатил там за жилье. Меня уже там ожидает, меня там ждут. Так что я написал еще консульство Беларуси в Вашингтоне, D.C. Я им написал письмо, но еще пока не получил ответ. Если, ну, как мне добраться назад домой? Так что, хорошо. Вот такой ролик. Простите, что чуть-чуть грустный. Как я вам сказал, это все очень грустно для меня. Сердце мое болит за моих белорусов, за мою страну. Лукашенко или не Лукашенко? Мне все равно, кто власти. Но я хочу счастье простым людям, простым гражданам, простым бабушкам, простым внукам, которые не лазят в политике. Они просто хотят работать, любить своих семьях, выращивать их и жить хорошую жизнь. Так что я каждый день волнуюсь, переживаю, спать не могу. Так что мне нужно побольше читать Библии и научиться, как не волноваться, потому что я очень волнуюсь. Но волнение не остановит это ничего. Так что нужно молиться, так что мира, любви Беларуси, процветания, чтобы Беларусь и Россия стали крепче и научились, как жить без Америки, без Запада, без Европейского Союза. Им нужно научиться, как стоять на своих ногах, потому что, как вы видите, Запад, Америка не отстанет от Беларуси и России. Они будут постоянно на них давить. Так что Беларусь, Россия должна научиться, как противостоять вот это западное давление, жуткое давление, сильное давление. И эти страны наши, братские народы, должны научиться, как жить самостоятельно, без Запада. Так что мы, Беларусь, Россия, шагаем вперед, укрепляемся. Потому что, как вы видите, сейчас мир разделяется на две стороны. Восток, это Европа, я имею в виду Россия, Китай, Беларусь, Восток. И Запад, это Канада, Америка, США и Европейский Союз. Вот сейчас мир разделен на две части. Так что пусть благословит Господь мою родину, мою страну, Беларусь. Пусть Господь поможет нашим людям. Дай Бог мира, процветания, любви, благополучия беларусам, которые там сейчас живут. Так что пусть все будет. Божья воля исполняется. И я вернусь через день-два. И если будут какие-то новые события, я обязательно вам расскажу. Все, спасибо вам большое за просмотр. Еще раз спасибо подписчикам новым. Те, которые комментарии мне оставляли, подписывались на меня, поддержали меня. Спасибо вам очень огромное. Я очень ценю эту дружбу. Потому что тут у меня друзей почти нету. Я тут почти как один. Кроме моей семьи, мамы, моя жена и ее родственники. У меня тут никого нету. Очень мало у меня тут друзей. Так что, да, ну все, хорошо тогда. Спасибо огромное еще раз за все, за поддержку. С Богом. Пока.